Житель Нарынской области Уларбек-Медербек-Улу приехал подавать документы в университет по специальности программист. На общереспубликанском тестировании он получил 158 баллов, а по дополнительным предметам ещё 98 баллов. «Я решил оставить талоны и на бюджет, и на контракт. Документы мы будем подавать онлайн. Нам только что объяснили, как это правильно сделать. В будущем я хочу стать хорошим программистом. Сейчас работаю над своими знаниями. В настоящее время ведётся приём по специальностям среднего профессионального образования. Приём документов на высшее образование начнётся 18 июля». «По каждой специальности имеются дополнительные тесты, требуемые дополнительные тесты. И вот по ним пороговый балл у нас 60. И также известный график туров. Как вы знаете, каждый тур длится у нас неделю, и первый тур начинается 18 июля. Для абитуриентов будет дан 2,5 дня на подачу талонов электронных, то есть начиная с понедельника до среды включительно». В этом году в высших учебных заведениях страны будет 6 тысяч грантовых мест. Из них для подготовки педагогических кадров выделено 4 663 места. На педагогическое направление точных и технических наук отведено 205 мест. Претенденты на гранты будут отбираться на конкурсной основе. «Каждый год выделялось 5 795 мест. То есть в этом году у нас грантовые места на 205 мест увеличились. Если говорить о распределении по направлениям подготовки, то около 50% выделяется именно на педагогические направления подготовки, а остальные 50% – это на технические направления подготовки в сфере строительства, сельского хозяйства, медицины». Некоторым категориям абитуриентов будут предоставлены льготы при поступлении в высшее учебное заведение. Это набравшие высокие баллы по тесту дети с ограниченными возможностями здоровья, дети жертв аксийских, апрельских и юнских событий. В этом году в Кыргызстане насчитывается 68 тысяч выпускников школ. «Также квота отдельно предоставляется детям лиц погибших в трагических событиях, которые произошли в республике в 2002, 2010 и 2021 году. Также отдельная квота предоставляется для кайрлманов и для этнических кыргызов. И 50 мест предоставляется для обладателей золотых сертификатов». Как сообщили в Министерстве образования и науки, в этом году пороговый балл для поступающих на бюджет по педагогическому направлению повышен до 100 баллов. Эта инициатива направлена на повышение качества тех, кто будет работать по указанной специальности. Альбина Ебекова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.